друзья всем привет всех рад приветствовать на своем канале не подписан обязательно подписывайтесь впереди много интересных видео ошибок разборов улучшений и так далее все что связано с разведением рыбы очистки воды и прочего сегодня хочу показать в принципе что у нас на второй день происходит после включения лампы ультрафиолетовой на 72 ватта кто не знает у меня помимо этого еще есть озонатор на 10 грамм в час нейлоновая сетка этот мешок на 150 микрон компрессор на 82 литра в минуту вот что я сегодня хочу рассказать то что вода стала прозрачнее сейчас как можно видеть да она уже теряет свой зеленоватый оттенок вот малек очень активный становится вечно белая на круг объедает сверху еда образуется на круге когда рыба стряхивает корм из кормушки вот он падает и видать водоросли растут они очень любят его объедать как только сейчас начался вечер у нас закат во первых начала образовываться пена зеленая пена покажу здесь вот пена это буквально не знаю ну за час на час она вот как только солнце начался из сразу начал образовываться я это с как хочу мне кажется это из-за ультрафиолетовой лампы да потому что она начинает обжигать растение но точнее не то что обжигать она все время их обжигает до убивает эту растительность солнца нету водоросли начинают медленнее медленнее размножаться и становится их больше все они отмирают превращаются в такую пену и еще важно что получается у меня у меня начало сейчас буквально за час он начал набухать этот мешок я до вечера ну подержу его и перед ну что в 9-10 вечера и обязательно про моя иначе он забьется по что утром я сегодня промывал просто капец то сколько там зелени этой грязи мути хотя вчера вечером он был ну пустой его даже не набухший было видео набухший то есть вчера вечером вообще был такой обычный все легко протекала а видать из-за того что ближе к вечеру лампа начинает убивать больше зелень все меньше и меньше начинает развиваться но даже по видео видно да то что вода не такая зеленая он зеленоватый цвет теряет ей более прозрачная вода становится его соответственно вот эта пена по краям пена зеленая вот ну результат есть на лицо давайте вас чтобы было понятно посмотрим сколько у нас градусов на полу на полу у нас 19 градусов здесь наверху побольше краса 22 23 ивана мой вода теплая вот в теплице 20 воде 25 просто есть у меня зрители которые любят пополивать грязью типа вот там болотце вот справиться не может ну у меня вода вот вот сейчас впервые ну как бы не впервые может раза два за лето упала ниже 26 градусов поэтому и при плюс у меня теплица у меня солнечная сторона у меня весь день солнце солнце падает плюс рыба ест без без ограничения поэтому здесь немного другие условия у меня нежели когда прудик на улице стоит в тени когда у меня там температура дай бог поднимается до 23 до 22 градусов в основном она ниже конечно и растение не растут не так зеленкой не так быстро развивается он малек чмокает вот но сегодня я вот хотел рассказать именно про эту зеленуху да то что вот она как ее много становится в наш пена просто вся весь скиммер мой самодельный весь в пене это очень хорошо потому что эта пена не собирается здесь она сразу к копится туда отправляется в мешок фильтрование ну как бы я доволен этим результатом то что даже просто вот по пузырям посмотреть они белые да раньше зеленые были а сейчас такая беловато поднимается строя пузырьков это очень радует у меня в планах поставить трубку вентури сюда да кстати я хочу вот поговорить в комментариях на эту тему если сюда поставлю трубку вентури у меня пропускная способность здесь но 15 кубов в час у меня проходит вот будет ли этого достаточно для разрежения чтобы я вот этот шланг который идет сразу вот отсюда из озонатора сразу кинул на трубку вентури и для чего это я хочу сделать чтобы отключить вот этот компрессор который загоняет воздух сюда в озонатор чтобы ну зачем лишняя электроэнергия потратили энергию когда можно вот эту штуку купить будет работать и все есть трубка вентури сплошная да такая которая сюда вставляется и сосок здесь а есть такая же вот на 50 трубу вставляется вставляется и у нее такой есть отвод а здесь краник то есть краник прикрываешь семье засасывает открываешь слабее засасывает я вот хотел попросить у того у кого есть опыт в такую магистраль не на насос не вот то что не он когда подает насос туда ставить а именно мне надо вот сюда ваш оба нас самотеком то что стекает как лучше целиковую чтобы трубка вентури была или с таким отводом а здесь краник у кого есть скиньте пожалуйста ссылки на видео или поделитесь опытом в комментариях буду очень вам признателен а так вот уровень постоянно такой держится то есть когда озонатор не работает она чуть-чуть хлюпает здесь засасывает воду и вот сколько она засасывает да вот здесь булька и до постоянно уже как аэратор безостановочные работает как эжектор можно сказать да и вот сюда уходит постоянно воздух лишний вот такие вот дела еще раз напоминаю кто у кого есть опыт подскажите вот про трубку вентури хочу очень поставить и заодно я почему хочу трубку вентури поставить до меня мысля такая пришла потому что она будет засасывать меньше объема воздуха чем подает вот этот компрессор и соответственно меньше будет прогоняться обычного воздуха будет прогоняться более концентрированный озон и соответственно будет лучше лучше усваиваться там расщепляться потому что когда компрессор работает да он большой поток воздуха подает и получается большом объеме воздуха раз озона мало и вот этот лишний озон у меня вот так через трубку очередь шланг заканчивается вот часть излишки на улицу выходит да вот ну остальное как бы проходит туда вниз вот поэтому давайте обсудим вот эта тема очень интересная буду рад выслушать ваше мнение вот так что такие вот дела лампа исправно работает как видели из прошлых видео она светится я даже не знал что вот так смотря на нее она оказывается светится зависит от освещения окружающей среды ну что будем наблюдать как будет очищаться я дал неделю сроку результат на второй день уже уже более менее радует уже не такая зеленуха но есть куда стремиться так что чтобы не пропустить новые видео обязательно подписывайтесь ставьте лайки комментируйте вот а также отдельно спасибо людям которые периодически мне помогают финансово денежки маленькие средние большие всему рад потому что все деньги идут только на узел и на мая на пруд мой пруд никаких личных интересах я их не использую так как здесь теперь озоном не пахнет ну пахнет но и не в таких количествах да то что я трубку увел я все перенес сюда буду смотреть но у меня на улице стояли помидоры а их какая-то черная хрень напала погубила я не знаю выживет крем не выживет вот потому что насколько я знаю это черная шняга убивает обратно занес клубнику чтобы она вот начала потихонечку оживать на землянике там яблочки уже ой яблочки землянички салат потихонечку подрастает я его часть домой занес у меня дома растет уже большой здесь не знаю вот эти вот вот эти вот это шпинат сажали давно может это не шпинат уже на солнце он стоял может выгорел есть короче буду сажать шпинат надо кушать шпинат чтобы быть здоровым и сильным вот так что такие дела ладно по пруду я рассказал пока что нечего больше рассказывать новостей пока других нету все всем пока увидимся в новых видео